Курского вице-мэра затянуло в ОПК Курского вице-мэра затянуло в ОПК Бывшего полицейского будут судить вместе с бандой убийц Коммерсант от 10 апреля 2019 года, 21-17 Управление Следственного комитета России по Курской области завершило расследование уголовного дела о преступной группировке криминального лидера Дмитрия Волобуева, обвиняемого в организации убийств, поджога и попытке мошенничества Одним из членов ОПК следствия считает бывшего начальника городского УМВД полковника Николая Зайцева, который в конце 2015 года занял должность вице-мэра Курска по хозяйственной части Ему вменяется вымогательство 20 горожей предпринимателя Виталия Щелкунова, стоимость которых следствие оценивает в 8,2 миллиона рублей Защита утверждает, что недвижимость была приобретена законно Как рассказали твердый знак в прокуратуре Курской области, в окончательной редакции Николаю Зайцеву предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе Ч. 2 ст. 210 УК РФ и вымогательстве группой лиц в особо крупном размере П. А. Ч. 3 ст. 163 УК РФ Аналогичный состав вменяется и его сыну Владимиру Зайцеву, который, по мнению Следственного комитета России, также принимал участие в вымогательстве Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора области Романом Белкиным Дело направлено для рассмотрения по существу в Курский облсуд По версии следствия, с 2013 года начальник Курской полиции вместе с лидером преступной среды Дмитрием Волобуевым и другими подельниками начал оказывать психологическое давление на предпринимателя Виталия Щелкунова, владельца и руководителя ООО «Автостар» Эта компания возвела на проспекте Победы гаражно-строительный кооператив на 240 боксов, 20 из которых подсудимые требовали передать в собственность Николая Зайцева В течение нескольких лет в адрес господина Щелкунова и его супруги поступали угрозы насилия и убийства, за предпринимателем была организована слежка В итоге весной 2016 года он согласился переписать недвижимость на сына полковника Для этого был оформлен фиктивный договор об участии в долевом строительстве гаражей О случившемся Виталий Щелкунов сообщил в правоохранительные органы только в июне 2017 года Спустя месяц после задержания Дмитрия Волобуева по подозрению в организации двух убийств Сработал призыв следствия, искавшего новых потерпевших от его преступных действий Против Николая Зайцева было возбуждено дело о вымогательстве Полковника поместили в СИЗО Чуть позже к первоначальному составу добавилось обвинение в участии в ОПК Зайцев и Волобуев были давно и хорошо знакомы И именно Зайцев предложил совершить незаконный отъем Это было его предложение Пояснил твердый знак собеседник Знакомый с ходом следствия В окружении бывшего начальника полиции настаивают на законности совершенных сделок С 2012 года его сын инвестировал в строительство собственные деньги Однако в 2013 году прежнего владельца автостар отправили за решетку После этого компания перешла в Щелкунову, с которым Зайцев также поддерживал доверительные отношения Уверяет собеседник твердый знак Адвокат Николая Зайцева Неля Дубровина не ответила на звонки издания Адвокат его сына Валерия Величев напомнил, что спорные гаражи до сих пор официально принадлежат Владимиру Зайцеву Договоры и право собственности в законном порядке никто не оспаривал По данным областной прокуратуры, ОПК Дмитрия Валабуева осуществляла деятельность с 2011 по 2017 год Ее члены обвиняются в убийствах, поджогах, незаконном обороте оружия, мошенничествах и вымогательстве Организаторами, как считает следствие, выступали сам Дмитрий Валабуев и его брат Николай, ч. 1 ст. 210 УК РФ Помимо Николая и Владимира Зайцевых, судить в качестве членов ОПК будут еще четырех человек Андрей Прах, Воронеж